приветствую всех на блиц обзоре тура не было уверенности что стоит рассказывать про ту единственную партию которую мы посвятили только что с евгением томашевским четыре с половиной часа эфира но посмотрите на финальную позицию если вы этого не видели и вы наверное согласитесь со мной что очень редко увидишь три ферзя на доске заключительной позиции поэтому давайте все-таки сделаем обзор тура много было сказано мне будет чуть проще о освещать события итак финал первого этапа гран-при 2022 в берлине хикару накамура белыми ливон аронян черными и разыграна испанская партия была классическая испанка не берлин нету берлина в берлине так слона 4 коня 6 0 0 слон е7 и после ладья е1 b5 слон b3 0 0 была брошена перчатка черными белым сыграть маршал но белые решили повременить с принятием этого вызова сыграли h3 последовало слон b7 d3 и здесь очень часто черные все равно играют d5 все равно жертвуют пешку на е5 но ливон в этой партии решил избрать более спокойное d6 переводя игру к таким маневренным испанским позициям в которых у ароняна огромный опыт а3 ферзь d7 эту позицию ливон играл и за белых и за черных мы много обсуждали возможных планов как вы видите по стрелочкам на доске с евгением во время эфира куда идут фигуры куда они могут пойти куда бы хотели пойти конь c3 конь d8 да вот по тому самому маршруту черный конь переходит на поле е6 и здесь внимание первый первый критический момент этой партии от таких моментов критических было достаточно много белые избирают новый план в позиции и с точки зрения комментаторов видимо не совсем удачный а именно они ходят конь h2 отмечу что чаще всего здесь белые ходили d4 что приводило бы к конкретным вариантам и осложнениям но это уже дискуссия для последующих партий а в этой партии последовало конь h2 конь е6 и конь g4 белые потратили два хода три даже да с тем чтобы разменять коня на f6 и видимо этот план белые не смогли продемонстрировать дальнейшие идеи потому что этот размен коней показалось облегчил облегчил игру черным им стало легче свой план с продвижением f5 проводить ферзь g4 последовала в партии потому что f5 в различных вариациях в этой позиции нависает и черные об этом плане серьезно подумают либо путем g6 слон g7 f5 либо путем даже слон d8 где-то f5 в партии было сыграно ладья а е8 черные подкрепили коня на е6 опять же с тем чтобы впоследствии увести слона с f6 либо на g7 либо на d8 и подготовить f5 а белые пошли а4 это тоже достаточно очевидно и понятно что белые не хотят просто стоять и смотреть на то как черные усиливают позицию потому что как отмечал в прямом эфире евгений томашевский здесь в этой позиции это чревато неприятными для белых последствиями так как у черных есть достаточно простой очевидный план усиления позиции а белым с таким планом на более сложно определиться и так а4 вскрывая ферзевый фланг пытаясь вскрыть ферзевый фланг черные сыграли b4 не позволили белым вскрыть линию а конь е2 последовало в партии ферзь д8 конь е2 ферзь д8 много мы обсуждали и хода и идею ходу слон c8 в той или иной редакции но у ливона другая была идея он сыграл ферзь д8 последовало c3 bc bc и долгожданный ход g6 тоже очень много мы обсуждали в этой позиции какие фигуры стоит менять какие не стоит и пришли к мнению что несмотря на то что вот этот слон на b3 да считается таким истинно испанским слоном тем не менее он скорее всего в этой позиции хуже чем конь черных поэтому слон бьет е6 было интересной идеей за белых вот например в этой позиции можно было пойти слон е6 с идеей после ладья е6 сыграть например c4 не позволит черным прорваться на d5 но черные опять же подготавливали бы прорыв с f5 но вот этот размен был интересен белые же предложили размен белопольных слонов то есть идея интересна тем что слон на самом деле видимо слоны белопольные и белые черные хотят от них избавиться но здесь черные предлагают белые предлагают разменять черным слоном слонов на своих условиях еще один критический момент в партии потому что ливон согласился слон д5 побил на d5 сразу а можно было сначала например включить h5 отогнать белого ферзя с 4 горизонтали затем лишь побить на d5 и здесь белый ферзь не попадал на c4 в один прием что делало бы позицию приятнее для черных либо на слон д5 был интересен также ход слон c8 опять же сохранить слонов с тем чтобы затем пойти слон g7 f5 сложная неясная позиция могла получиться вот примерно в таком варианте и но но нет но черные сыграли черные побили на d5 предельно конкретные варианты избрали конь c5 и здесь белым стоило как раз воспользоваться возможностью перевести ферзя перебросить ферзя с фланга на фланг и сыграть ферзь c4 однако в этот момент шахматисты начали играть очень не шаблонно слон h6 последовал ход и здесь мы ожидали увидеть от черных слон g7 после слон g7 король g7 у черных чуть приятнее позиция опять же ввиду того что гораздо проще найти план усиления позиция f5 f4 или е4 просится а белым с игрой где-либо в центре не так просто определиться но на слон h6 слон g7 не последовало последовало конь d3 видимо не точно со стороны черных слон f8 конь е1 и здесь белым следовало пойти слон h6 с тем чтобы на конь d3 сыграть ферзь c4 конь c5 да у черных лишняя пешка но после слон е3 скорее всего пешка а6 упадет и вот эта конструкция ладья которая поддерживает пешку а говорит нам о том что черным надо быть предельно осторожным чтобы эта пешка не стала грузной силой позиция бы оставалась примерно равной неясной но последовало неправильное решение ладья бьет е1 то есть черные остались просто с лишней пешкой ферзь a8 последовало ладья b1 ладья b8 ладья b4 и вот такая вот интересная позиция возникла на доске у черных лишняя пешка но белые удержали линию b и эта пешка на а6 она потенциальная слабость то есть если белый где-то сыграют а5 и затем отыграют пешку на а6 то опять же пешка а отдаленная проходная став став отдаленной проходной может доставить черным много хлопот ввиду этого ввиду этого черным следовало всерьез разобрать ход а5 и сыграть так потому что либо в этот момент либо ходом через ход либо даже через два то есть здесь у соперников была возможность либо белым сыграть опять либо черным сыграть опять и как-то они этой возможностью так и не воспользовались в ближайшие два хода опять был ход очень интересен с тем чтобы на ладья b5 побить ладья бьет b5 если пешка перемещается на b5 то уже у черных проходная лишняя пешка и проходная отдаленная что делает позицию выигранной а в случае ферзь b5 король g7 опять же насколько эта позиция выиграна еще не просто ответить но по крайней мере черные себя полностью обезопасили затем они хотят сыграть ферзь a7 пойти e4 слон h4 слон c3 вы все сами видите по стрелочкам и белым пришлось бы здесь пережить много неприятных моментов смогли бы они или нет спасти этот эншпиль это еще вопрос но вот не последовал ход опять не на 27 ходу черные сыграли король g7 и здесь белым бы неплохо было сыграть опять свою очередь но белые сделали ход конь g3 вновь давая черным возможность сделать ход а5 и вернуться примерно к тем же вариантам которые мы сейчас рассматривали правда стоишь разницу что конь уже на е4 попадает но здесь какая-то конкретика слон h4 конь е4 f5 возможно были бы варианты и которые стоило посчитать поэтому место король g7 наверно опять было точнее но вновь вновь черные прождали сыграли h5 и после перевода коня на е4 выяснилось что позиция уже не столь ясная слон d8 был сделан ход после слона d8 белые наконец-то пошли а5 и даже визуально если мы смотрим на эту позицию то то понятно что черные должны быть предельно точны потому что у белых больше пространства их фигуры занимают более активные места и да у черных лишняя пешка но как и что с этой пешкой делать не так очевидно здесь тем не менее черные могли еще поиграть на победу если бы подняли вот такой вот тонкий ход ладья c8 очень сложно уйти с единственной открытой линии в позиции но тем не менее это было необходимо сделать с тем чтобы развязаться так как ладья c8 ход впоследствии создает угрозу c6 в 5 и c6 ладья c8 однако ливон не сыграл он сыграл в ферзь а7 но после ферзь а7 фигуры черных несколько далеко ушли от поля c6 постоянно надо иметь ввиду ладья b8 и ферзь а6 угрозу g3 сыграли белый сразу же эта идея не проходит из-за ферзь b1 и белые проигрывают коня поэтому они пытаются сначала обезопасить короля играют g3 f5 конь d2 и после хода конь d2 уже с ладья b8 и ферзь а6 вариантом приходится считаться поэтому черные не выдерживают бьют на b4 cb е4 и здесь несмотря на то что у черных лишняя пешка у белых более чем достаточная компенсация здесь уже скорее черные борются за ничью позиция примерно динамического равновесия конь b3 слон f6 король g2 здесь черным проще всего было сыграть е3 проще всего для ничьей да для достижения ничейного результата и скорее всего где-то здесь партия бы завершилась ничью до первого контроля однако судя по ходу в партии аж 4 аронян продолжал играть на победу и честно говоря вот это желание выиграть эту партию может быть не точная оценка создавшейся ситуации то есть аронян считал что он до сих пор может играть на победу недооценил контрыгру белых чуть не привела к очень досадному поражению потому что критический момент еще один в этой партии возник на 36 ходу где черные вновь не сыграли е3 ход h4 был оказывается сделан с другой идеей пошли король f7 и вот король f7 король ф7 давала белым реальный шанс выиграть эту партию но для того чтобы выиграть эту партию надо было обнаружить совершенно нереальную компьютерную очень красивую идею а именно поднять ход ферзь c6 но вроде бы к этому ходу черные подготовились сыграв предварительно h4 и они собирались бить на h4 но выясняется что ход слон h4 проигрывает так как белые ходят ферзь d7 шах и на король f8 следует потрясающе конь c5 белые перекрывают диагональ g1 a7 и на dc пользуются связкой и внезапно пешка d устремляется ферзи и вот от этого пробега пешке спастись нельзя на cb следует ферзь c8 король f7 ферзь c7 и пешка все-таки добивается своего и проходит ферзи вот такой вот момент вот такой вот шанс предоставил аронян своему сопернику но неудивительно что белые упустили такую возможность из виду все-таки тридцать седьмой ход времени было не так много но идею ферзь c6 конь c5 ферзь d7 конь c5 надо просто увидеть если же ее не увидели то то белые сыграли g5 с тем чтобы после g6 сыграть b5 такой вот жертвой пешки белые ослабили пункт f5 и это им где-то может пригодиться после шаха чтобы с дальнейшим ферзь бьет f5 побить шахом и контр игры черных лишить е3 позиция очень острая у белых идет пешки идут пешки на ферзи во фланге у черных идет пешки в центре и ввиду этого вот такого динамической равновесия она сохраняется компьютер показывает нули практически везде и практически всегда тем не менее играть такие позиции просто архи сложно особенно на падающем флажке потому что до компьютера все очевидно нули но как эти нули доказывать на доске и как поднимать такие ходы как например ход ферзь b8 тридцать девятый ход идея ферзь внезапно перебрасывается через восьмую горизонталь на королевский фланг ферзь b8 и спасаются можно сказать черные благодаря вот этого вбросу ферзю по линии же ферзь g8 затем ферзь g3 создавая контругрозы королю белых последовало король f1 а б ферзь c6 и здесь е2 точно е2 король е2 ферзь а7 порой гораздо важнее отдать пешку чтобы вскрыть открыть линию своему ферзю что линии своему ферзю чтобы он мог забраться в лагерь соперника и потревожить короля чем вот эти пешки держать очень интересные варианты я рассматривала в партии где белые увлекались проведением своей пешки ферзи как возникали эти варианты вместо е2 я видимо кто удерживала пешку и ходила чуть по-другому b4 a6 король g6 король е2 h4 какие такие варианты осмотрела во время партии и выяснялось что несмотря вот на такую грозную конструкцию у черных всегда есть контр игра связанная со слабостью короля то есть на ферзь b7 есть ход ферзь е8 и внезапно a7 даже проигрывает потому что следует ферзь a4 и на a8 ферзь безжалостная машина показывает мат в 12 ходов весь практически в одиночку матует короля белых но это все осталось за кадром да потому что на ферзь c6 как я уже отметила ливона ронян сыграл е2 король е2 ферзь a7 вот таким вот образом усилил позицию своего ферзя на a6 последовал ферзь g1 то есть черные последними тремя четырьмя ходами отдали две пешки но здесь не в пешках дело а в активности фигур а именно ферзя и слабости короля белых после этого вечный шаг становится достаточно очевидным однако однако партия продолжилась конь d2 ферзь h2 король d1 ферзь f4 последовало и смотрите как изящно завершили эту встречу гроссмейстеры много тут есть возможностей менее изящно сыграть в ничью однако последовало а7 слон g5 создавая ни много ни мало угрозу мата ферзь a5 b4 очень красиво перекрывают черные дорогу белому ферзю ферзь a2 b3 здесь можно было побить на b3 и как-то найти вечный шаг однако однако все закончилось гораздо более красиво на b3 черные белые пошли на а5 вернулись ферзем ферзь a5 и здесь здесь ход b2 приводил к достаточно неприятным последствиям король c2 теряла спешка оставалась спешка на а7 и уже сложности бы у черных были однако они были точны тут как мы отмечали с евгением томашевским в принципе любой ход но с правильной идеи а именно с идеей ферзь g1 шаг давал ничью ошибиться если у вас идея здесь правильная было невозможно черные избрали ход ферзь e3 и после а8 ферзь на доске вот возникла та самая позиция финальная заключительная позиция с которой я начала этот обзор три ферзя финальной позиции финала гран-при что же это очень симпатично очень изящно первая партия сыграна в ничью завтра увидим вторую партию надеюсь что она будет такой же яркой и и пусть победит сильнейший на этом заканчиваю эфир обзор не болейте играйте в шахматы до скорой встречи завтра в то же время в тот же час увидимся